Субтитры сделал DimaTorzok Я решила немножко днем поездить, вам показать, поснимать, какая у нас чудесная погода Летела я вчера авиакомпании American Airlines и у нас несколько раз задержали вылет Нас держали в самолете по непонятным причинам И я на час позже приехала Ой, какая птичка вон Конечно, после Монтаны я безумно рада быть здесь сейчас И я вчера, когда заселялась в отель, мне сказали, что погода такая плохая, типа дожди идут Ну да, в Майами сезон дождей Вот какая птица интересная Я не удивляюсь, я здесь прожила пять лет, это мой родной дом Поэтому то, что сейчас здесь так тепло, океан Я гуляю, наслаждаюсь, у меня два дня Нужно было до воскресенья брать билет Но я что-то как-то все переживаю, что мне надо на работу Поэтому постараюсь эти два дня провести с пользой, с делом Да, Майами мой дом родной Я могу это сказать с полной стопроцентной уверенностью Потому что я прожила здесь пять лет А это большая часть моей американской жизни Я заплатила за парковку Можно тоже все платить через интернет Потому что скачиваешь приложение на телефон И платишь все, вводишь данные машины И можно там добавлять потом время, если вам нужно больше времени Я сейчас нахожусь в Hallower Park 11 утра, как вы видите, здесь никого нет Здесь тоже находится Марина И там недалеко еще виднеется Авентура И там недалеко с Ани, ну не Сани Айлсон, но с Майами Бич, наверное И можно здесь взять лодку на прокат Поехать на рыбалку Или просто вон потусить на острове Так что, честно говоря, не знаю даже чем заняться По большому счету я ничего не планировала Сын хотел поехать в Kennedy Space Center Но я что-то как-то думаю Лучше все-таки провести здесь время с толком Покататься на лодке или парасейлах Или каяках И навестить друзей Пойти на пляж Вот Так что подумаем, посмотрим Это Hallower Park Один из моих любимых мест Где я люблю бывать Конечно, да Сейчас в Майами жарко У нас август 15 августа Завтра у моей мамы день рождения Ну вот И вон люди сняли лодку Купаются там, прыгают Сейчас я дойду до пляжа Обойду вокруг, вам все покажу Не знаю, с погодой Мне, по-моему, повезло Солнце светит Все, как говорится, обалденно Жизнь удалась Но я вчера, да, летела У меня был такой перелет Что нас держали в самолете Честно говоря, первый раз Чтобы мы опоздали на целый час Но ничего страшного Все равно долетела Приехала Иду гулять Просто с одной стороны Так много всего хочется успеть Знаете, и туда, и туда, и туда А с другой стороны Я же знаю, что я здесь жила И как бы, в принципе-то, я почти все видела Вот Хочется опять и на вертолете полетать И на лодке поплавать И все это хочется С кем-то сделать Но, по большому счету У меня завтра только один день Вот Сегодня вечером забираю сына Из кемпа Вот И мы с ним решим Что мы завтра будем целый день делать С машиной тоже у меня произошла Небольшая заминка Потому что Каким-то образом Компания, через которую я заказывала Они Накосячили с датами Когда мне ее возвращать Эту машину Не знаю, как так вышло Но Все мы, как говорится Не Идеальны Кто-то сделал ошибку Я им звонила Потому что мне надо машину вернуть В субботу А они почему-то написали Что в воскресенье И говорят Мы типа за это будем еще у вас чаджить Я говорю Ну на каком таком основании Я-то заплатила вам за три дня И так и должно быть И я им показала И-мейл свой Яхта Вон плывет маленькая Ну это совсем бэбичка яхта Это такая даже Которая не особо заслуживает внимания Вот И я говорю Я им показала И-мейл свой Говорю Ребят Ну как бы Ну это не моя ошибка Я-то платила за то Что я заказывала И как бы да Не честно Говорят Ты типа машину раньше возвращаешь Поэтому мы вам будем Типа 20 долларов Еще этот Надо заплатить чадж Я позвонила в ту компанию Прайс Лайн Которая заказывала И говорю Ребят Ну если они у меня завтра возьмут эти деньги Мне не жалко Я говорю 20 долларов Но вы мне будете обязаны их вернуть Потому что это не моя Вина Что так вышло Ну в общем ладно Я вообще научилась в последнее время Не расстраиваться Вообще не по какому поводу И стараться как бы Ко всему очень спокойно И нормально относиться Вот Поэтому Это небольшая проблемка для меня Но все равно было не очень приятно То что Пока это все выясняешь Ты тратишь свое время Там звонить надо В эти customer service Но в целом У меня перелет был нормальный Быстрая пересадка была В Далласе В Техасе Вот Видите Затоплено все Здесь парковка Рыбачит Тоже Видно были Очень хорошие дожди А я не удивляюсь Это Майами Это Флорида Ох Здесь вообще хорошенечко затопило Да К сожалению В отеле Где я сняла Хемтон Ин Там бассейн Там бассейн есть Но он расположен В таком месте Неудобном Прям возле парковки Что как бы И туда идти особо-то Не хочется Так что я даже Не была в бассейне В этом Думаю Пойду лучше На океан Но я не купальник Ничего не взяла Я просто сейчас думаю Поезжу Поснимаю Вот Что бы вам такого рассказать Интересного По поводу Флориды Ну Переехала я сюда Из Сан-Франциско Где-то в 2012 году Потому что Калифорния Меня Не совсем Устраивала По некоторым причинам Там очень дорого И холодно Было мне Вот Мост этот И Я решила жить Во Флориде Переезд мой Был связан С тем Что я решила Начать свою Самостоятельную жизнь И у меня Это получилось Было Потяжело Поначалу Но потом Я встретила Своего первого Мужа Русского И так Все закрутилось Пошло Поехало Вода Конечно Грязная Потому что Сейчас Когда летом Сильно жарко Много Много Этого Травы Вот этой Несет И у нас Там нашли В океане Какую-то Эту Где-то Там Не знаю Не в океане Или в чем Бактерия Которая Короче Ест Людей Изнутри Поэтому Я если честно Вообще Боюсь Купаться Боюсь Идти на пляж Потому что Было несколько Случаев Смертельных Фатальных Я читала новости Вот Никогда не знаешь Где это может быть Лучше перестраховаться Поэтому я просто гуляю Я просто гуляю Просто вам показываю Это все Сейчас дойду до пляжа Посмотрим Что там происходит Ох Жарко Конечно Отвыкла я уже От всего этого Задаю себе Постоянно вопросы Скучаю ли я по Флориде Да Скучаю А как не скучать Это мой родной дом У меня здесь друзья Мой сын здесь родился Как бы у меня здесь Ну реально Вот я приезжаю У меня все родное Все здесь знаю Что Как Где Вот И Второй вопрос Это хотела бы я здесь снова жить Да Наверное Если раньше я не ценила Не любила Флориду То теперь Мне как бы Хочется все равно Иметь здесь свое жилье И я надеюсь Рано или поздно Здесь куплю квартиру Вот Потому что зимовать Приятнее конечно же Здесь А не в Монтане Вот Ну и просто Еще потому что Очень много воспоминаний Хороших И не очень Но все равно Это то место Я всегда хотела жить В теплом месте Я вам уже тоже Об этом неоднократно говорила Здесь очень красиво Своеобразный Такой Стайл Майамский Но Видите Дядя В шотиках едет Все на велосипеде Хотела еще Начала смотреть Ребята Сериал про Версачи Как его убили У него же здесь Прям на Саус Бич Есть этот свой дом И Убийство произошло Прям возле его дома Так Давайте посмотрим Что пишут The danger Так Contaminated water Avoid contact Peligro Aqua Короче да Походу купаться нельзя Что ли Юшкин кот Вот я вам и сказала Ветер Приятный ветер Не ну по пляжу Там можно гулять Какая красота Смотрите В общем Начала смотреть Про Версачи Сериал На Netflix Вот И оказывается Чувак Который его убил Он реально был Немного не в себе Потому что Он там Еще несколько человек Так я вот Чего-то как-то Никогда Это только Дом Версачи И не видела Думаю Может пойти Посмотреть Ништяк Это вообще Парк Где можно Приходить С собаками И мы здесь Тоже гуляли Помню раньше А теперь Красный флаг Смотрите Короче Нельзя купаться Да Походу Вообще Вот блин Жопа Херово Красный флаг Да Запрещено В воду Заходить Это первый раз Такое В жизни Что Что нельзя купаться Хотя Ну блин Там же Вон Кто-то Купается Странно Что он сказал Что он сказал Everywhere? Yeah. Oh, wow. But I see some people over there. I see some people. Wow, Jesus. It's the first time that it happened. For five years I've been here the first time. Wow, so sad. I don't know if it's a bacteria. Да? Нельзя. Из-за бактерии. Короче, вот нашли какую-то эту бактерию, которая, значит, если она попадает в организм человека, то она может настолько быстро съесть плоть изнутри. Эти люди умирают буквально за 2 суток. Представляете? Блин, ну вода же такая красивая. Ну как не купаться-то? Ну это же... Мне прям плакать хочется, ребята. Ну как так? Я даже ножки помочить не могу. Обидно. Приехать в Майами и не купаться, представляете? Это же пиздец. Извините, но это правда. Oh my god. Чаечка. Тебе все равно на бактерии, да? Ребят, ну серьезно. Это первый раз за 5 лет, что я живу во Флориде вот так вот с этими бактериями, что нельзя купаться. В прошлом году был у нас Red Tide. В этом году это вот эти бактерии. Ну это реально уже не шутки. Если там Red Tide вот эта вода, она вызывала отрасли, вызывали аллергию там какую-то и так далее, то сейчас это серьезное дело. Вот она я. То люди реально умирают. То есть это уже не аллергия. Вы не оделаетесь просто каким-то там чихом, кашлем. Прям вот ну... Это такая хрень, которая реально очень опасная. Я не помню, как она называется, но уже действительно было несколько случаев этого. И поэтому вообще я вижу вот, что сейчас пляж полностью пустой. Во-первых, ну в Майами не сезон летом. Мало того, что не сезон, так еще и нашли вот эту вот хрень. Печально. Конечно, что тут скажешь. Я в шоке. Потому что погода шепчет. Хочется поплавать. Хочется покупаться. Хочется что-то поделать. Ну люди вон ныряют. Я же говорю с океана. Ну вон там с лоток с этих. Не остановить их. На свой страх и риск. Поэтому если вы вдруг собираетесь по каким-то причинам в Майами. Ну ребят, не рискуйте, если честно. Ваша жизнь, я думаю, дороже, чем просто какое-то удовольствие там сиюминутное. И да. Жесть, конечно. Я просто вот... Я в шоке. Честно. Не знаю, что сказать еще. Просто у меня шок. Потому что вода настолько красивая, настолько чистая, как в первый раз, когда я приехала во Флориду. И... Что тут скажешь? Сейчас бери, покупай, сплавай. Наслаждайся. Нет. Нельзя. Ну... Ну... Ну хоть так. А если малого бы взяла? Он бы сразу в воду полез. Сразу полез покупаться. Да. Так это, получается, вообще как бы нигде нельзя. Я думала даже поехать с ним на какой-то Спрингс. Тоже, наверное. На Ки-Вест хотела поехать с ним. Понырять. Снорклинг. Ага. Пенушки. Ладно. Сейчас поеду на дизайн-дистрикт, наверное. Там хотя бы погуляю. Что еще делать? Если океан недоступен, тогда будем мы с ним что-то думать другое. Вот. Ладно. Вот такие дела. Не очень хорошие новости, простите. Но, тем не менее, я же должна вам их рассказать правильно. Я всегда делюсь с вами своим опытом, впечатлениями, своими историями, которые всегда правдивы. Вот. Я приехала в Майами, чтобы убедиться. Я убедилась, что пляжи закрыты. Я такого никогда не видела. Поэтому сообщаю вам новости. Ладно. Хорошего дня.